Деревянные жернова с набитыми в колодки кусочками металла. На Гомельщине малокаменистая почва, большие камни найти было сложно, и смастерить их пытались сами вот таким вот образом. А потому основным инструментом для отрабления зерна издревле был вот именно этот уникальный агрегат. А вот эта фотогалерея необычна тем, что все снимки, вплоть до почерневших рамок, натуральные, аутентичные, прямо из домов местных жителей Брагинского, Хойницкого и Наравлянского районов. Правда, ни самих людей на снимках, ни хаты, зоны отчуждения, возможно, уже нет. Но осталось в памяти вот эти сотни экспонатов, которые три десятка лет назад были предметами обихода наших земляков. Предметы, которые составляют чернобыльскую коллекцию, они самые разные. Они были созданы простыми, обыкновенными людьми. Они, эти люди, этими предметами пользовались. Дома, на поле, на рыбной ловле. Все они несут на себе определенную печать жизни этих людей. И наша задача не только это сохранить наследие, но и передать его новым поколениям. Мало кто знает, что в Минске есть место, где сохранили огромный пласт исторического наследия. Оно могло быть стерто с лица постчернобыльской земли, если бы не энтузиасты Музея древней белорусской культуры Национальной академии наук. Это люди, которые преодолели бездорожье, радиацию, которые проехали по зонам отселения. В течение 10 лет они собирали уникальную коллекцию. Подчеркнута светлая тона музейных залов, как бы говорят, даже Чернобыль белорусы сумели пережить, не теряя оптимизма. 31-я годовщина чернобыльской трагедии, переговоры президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко. И, конечно же, возвращение к жизни пострадавших районов. Все это главная тема уходящей недели. Впрочем, разумеется, не только об этом расскажем сегодня. С вами Сергей Гусаченко и Полина Шуба. Итак, главный эфир. Смотрите в программе. Чернобыль. 31 год спустя. Знаковая встреча в знаковом месте. Боль без границ и граница безопасности. Работа только во имя мира. У нас нет иной цели. Работа над ошибками прошлого. Исправляем знак беды вместе. Наука жить. Человеческий подход в пострадавших регионах. Всего три минуты, и я узнаю, сколько радиации за год накопилось в моем организме. Из первых уст, как не изменить родной земле, а изменить эту землю. Хочется в Брагин вернуться, в свое родное место. Время лечит, технологии помогают. Репортаж из зоны возрождения. Есть ли альтернатива Минским соглашениям? Минск, два себя не исчерпал еще полностью. Когда Родина ждет 160 тысяч переселенцев и масштабы белорусского гостеприимства. О политике добра поговорим с соседями в студии главного эфира «Посол Украины». Первую часть нашей программы посвятим скорбной дате этой недели. О ней мы неизменно говорим в конце апреля. 31-я годовщина со дня крупнейшей техногенной катастрофы. Чернобыль дорого стоил Беларуси. И вот лишь несколько цифр, но в них, безусловно, не передать. Весь масштаб и все оттенки большой трагедии, которая стала общей болью. Итак, ущерб стране оценивается примерно в 235 миллиардов долларов. Просто космическая сумма. При этом из родных мест вынуждены были уехать 140 тысяч человек. И вот утрату малой родины уж точно ничем не измерить. Равно как и ущерб человеческому здоровью. Большие потери и ВПК в целях радиационной безопасности пришлось исключить 264 тысячи гектаров земель из сельхозоборота. Ощутимо для небольшой Беларуси. Плюс к этому после распада Союза республика осталась один на один с последствиями масштабной трагедии. Но руки не опустили, а шаг за шагом шли по пути восстановления пострадавших земель. Бросили на это все силы науки, медицины, экономики, общества. Только из бюджета на преодоление последствий аварии ушло свыше 25 миллиардов долларов. И это у страны, которая не избалована природными ресурсами. Чернобыль, безусловно, общая боль для белорусов и украинцев. Поэтому символично, что этот день президенты двух государств провели вместе. Провели его как на украинской, так и на белорусской земле. Провели продуктивно и обстоятельно. Вопросы безопасности не только радиационной, но и в целом региональной. А также развитие общего экономического сотрудничества. Вот ключевая тема переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко на Полесье. Как это было, расскажет Наталья Бреус. Годовщина Чернобыльской катастрофы для белорусов особая дата. Этот день стал роковым для страны и сразу нескольких поколений. Прошел 31 год. Но все равно, глядя на эти кадры разрушенного четвертого энергоблока, кажется, что радиационные фобии теперь навечно у нас в крови. Я действительно попал в эту страшную мясорубку тогда. От воспоминаний до сих пор комок в горле. Николай Долгополов, журналист и писатель, живет с Чернобылем в душе. На ликвидацию аварии он был отправлен в мае 86-го. Подробности каждого из 16 дней пребывания в опасной зоне и в памяти навсегда. Тем не менее, что это проблема, которая растянется не на годы и десятилетия, а на века и тысячелетия. Посмотрите, какой период распада, полураспада веществ. И вам все станет ясно. Как стало ясно нам, которые прибыли туда несмышленышами в первые дни, и потом быстрый опыт пришел. Но я считаю, что именно Беларусь делает очень много для того, чтобы помочь тем людям, которые попали в страшную беду. Это та беда, с которой надо бороться всем миром. Чернобыль — общая боль для Беларуси и Украины. Страны пострадали больше всего. Рядом в этот скорбный день в годовщину аварию были лидеры государств. Президентский чернобыльский путь начинается с символического момента перед стеной памяти героям-ликвидаторам. Тысячи прерванных и покалеченных радиаций судеб — ликвидаторов со всего Союза. Мы научились жить и работать на тех землях, которые раньше казалось невозможно вернуть к жизни. Это дорого стоило Беларуси. Только для бюджета страны — 25 миллиардов долларов. На газификацию, чистую воду, новую медицину, селекцию. Этот опыт после Фукусимы у Беларуси перенимала Япония. Украина берется за создание биосферного заповедника вокруг Чернобыля. Опыт Полесского радиационного тут и может быть очень кстати. Сообща можно сделать еще больше. И беларусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга, радиационного контроля, сельского лесного хозяйства, координации научной информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций. Однако потенциал возможностей сотрудничества наших стран Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши ученые, медики, экологи, все, кто в Беларуси и Украине работает над ликвидацией последствий аварии и сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, могут и должны сделать значительно больше. Немалых трудов стоило, чтобы вместе на главной международной площадке в ООН доказать всему миру, что опасность остается и с ней необходимо бороться всегда. Тема Чернобыля сегодня не подлежит забвению. Наши мировые партнеры тоже не должны кривить душой. И если для них японские проблемы, они применят близко к сердцу, будет странным двойным стандартом, если не будет принимать так же близко к сердцу проблемы наших трехславянских стран. Новый саркофаг над аварийным блоком должен стать надежной защитой от радиации на ближайшие 100 лет. Его закончат возводить в этом году. Все нюансы проекта – вниманию президентов. Существующему укрытию требовалась замена. Но строить 10 лет на месте было просто невозможно из-за облучения. Купол собрали и по специальным рельсам надвинули на старый саркофаг. Проект дорогой – полтора миллиарда евро, но на технологиях защиты не экономили. Получается не просто бетонный колпак, а скорее двухслойный термос. Герметично запечатывает все, что осталось от аварийного блока и существующего укрытия. Вопросы безопасности, радиационной, да и в целом региональной на первом плане. И об этом говорили президенты на Чернобыльской площадке. Петр Алексеевич и весь украинский народ знают нашу позицию в этом отношении. Мир, мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Нравится кому-то, не нравится в Украине, а может быть и в Беларуси, благо, что почти нет таких у нас, но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Кто нас может разделить? Никто. Нам как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди. И я уверен, они будут жить. Встреча в Чернобыле. Сегодня в зоне отчуждения встретились президенты Украины и Беларуси. Петро Порошенко и Лусандр Лукашенко ушанували память жертв трагедии. Присутствие лидеров на площадке Чернобыльской станции – информационный повод, который невозможно обойти стороной. Не так порой заметна для СМИ ежедневная из года в год работа по возрождению пострадавших земель. У нас создана система радиационного контроля. Земли дезактивируют, возводят очистные сооружения, внедрили инновации в агропромышленном комплексе, в лесном хозяйстве, строят дома, школы, дороги. Все для того, чтобы люди почувствовали, что на этой земле можно жить и работать, заводить семьи. И сегодня здесь все реже вспоминают об особом статусе этих территорий. Облик сменился. Намного краше, чище, уютнее, приятнее. И по такой ветке ходить хорошо. И очень много делается для детей. Взять даже, например, детские площадки, открытие детских площадок, открытие зон семейного отдыха. Очень радует то, что будет скоро открытие бассейна. Сегодня уже больше говорят о развитии пострадавших районов Гомельщины и Могилевщины. Но, конечно, если бы не чернобыльская трагедия, то у всего Белорусского Полесья было бы совсем другое лицо и совсем другая история. Больше похожая на историю Лясковичей. Когда-то просто деревня, а сегодня уютный агрогородок. Именно здесь прошли переговоры президентов. Атмосфера этого места располагает к доверительному общению. Мы озабочены одним, как восстановить жизнь в этих районах, и чтобы люди могли быть безопасно, так как живут вот здесь, в этом прекрасном месте. Первый раз, когда я сюда приехал, это были пески, бездорожье. Но самое страшное было то, что люди меня попросили хлеба. Не хватало хлеба в свое время. И я поручил военным, чтобы они немедленно на Полесье перебросили по Лешукам все кухни военные, которые были, которые выпекают хлеб. И когда я приехал через два года на Полесьскую землю, люди меня благодарили за что? Что они каждый день могут уже попробовать свежий хлеб. Сегодня, конечно, жизнь другая, не без сложностей, не без трудностей. И как улучшить эту жизнь, мы с Петром Алексеевичем будем обсуждать проблемы, чтобы эта жизнь была лучше украинцев и белорусов, особенно здесь, при граничье. Мы посмотрели на уровень социальных стандартов в белорусском селе. Это важно. Тут есть чему поучиться и что скопировать. Детей много, поэтому варю большую кастрюлю, 10-литровую, первая, вторая. Ну, а на первое – это борщ украинский. Как обычно, мясо, картошка, томатная паста, потому что в Белоруссии не кладут томатную пасту в борщ, а кладут соус. С соусом борщ совсем другой получается, вкус совсем другой. Наталья готовит такой основательный обед на свою большую семью. Все-таки шестеро детей. Семья Дегтяревых переехала в агрогородок Машканы из украинского города Изюм. Жить там становилось не сладко. Даже не гнались за социальными стандартами. Просто поняли, что будет спокойнее и безопаснее. Ну, разве что борщ готовим каждый по-своему, а в остальном народы очень близки. Так что было несложно привыкать к новому месту жительства. Семья обустроилась в доме, завели хозяйство. Муж нашел работу в стройбригаде, а Наталья трудится оператором на свиноводческом комплексе. Беларусь стала нашим вторым домом. Самое главное устраивает то, что здесь для детей. Что все делается для развития детей. Дети ходят в секции, дети занимаются, дети ходят в музыкальную школу, в музыкальную школу, везде, как бы сказать, развиваются. Вообще из Украины приняли у нас 160 тысяч беженцев. В сложное время не отказали, поступили по-соседски. Также открытые, по-соседски готовы выстраивать и диалог на высшем уровне. Это первая личная встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко после пресловутого нормандского формата. Минск и Киев не прерывали контакты, лидеры общались, но одно дело – телефонные переговоры, и совсем другое – диалог с глазу на глаз. Хочу поблагодарить вас за ваши миротворческие усилия. Встреча на высшем уровне в критические дни февраля 2015 года, когда судьба мира висела на волоске, после 19-часовой эпопеи «Без сна» мы с вами работали над документом, который стал основой принципов урегулирования, был закреплен в решениях Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций, и на сегодняшний день является безальтернативным планом мира и стабильности Украины. Особенность нынешних переговоров Александра Лукашенко и Петра Порошенко в том, что в этот день они проходили на территориях сразу двух государств, и в Белоруссии, и в Украине. Страны, конечно, сплотила чернобыльская беда, но еще больше связывает государство и общая экономическая история. И вот на Гомельской земле уже больше говорили не о том, что было, а о том, что нужно сделать для того, чтобы продвигать взаимовыгодное сотрудничество. Президенты договорились, что пришло время активнее работать над созданием совместных производств, обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии, сняли острые противоречия в цементной отрасли. И вот еще один приоритет – промышленная кооперация, наука и услуги. Мы, конечно, еще далеки от прежних показателей, но в 2016 году взаимный торговый оборот вырос более чем на 12%, составил 4 миллиарда долларов. Сегодня в соседней стране успешно работает совместное производство Минского тракторного завода, автомобильного завода, акционерных обществ, Комсельмаш, Могилевый лифтмаш. Осуществляется совместный выпуск коммунальной пожарной техники. Мы договорились, что мы эти процессы будем поддерживать, будем добиваться большей локализации продукции в Украине. И будем расширять и поддерживать номенклатуру, перечень товаров, которые мы будем совместно производить в Беларуси и на территории Украины. 26 апреля – хоть и скорбная дата в истории двух народов, но переговорный марафон на высшем уровне в этот день пошел на пользу двустороннему сотрудничеству. Это, в первую очередь, машостроение, это, может быть, такие сектора услуг, как логистика, это, опять-таки, услуги, так сказать, развитие сервисной сети, в том числе, кстати, не просто поставка нефтепродуктов, а розничная поставка, так сказать, розничной торговли. Вот в этом направлении, я думаю, такой тренд, который сформировался на уровне и подтвердил свою, так сказать, данность на уровне двух глав государства. И с этой точки зрения можно назвать такие потенциальные драйверы, да, это МАС, это Гомсельмаш, это тракторный завод, это Могилев-клифтмаш. За встречами лидеров, а увидеться Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились уже летом в Киеве. Не только большая политика и экономика, но и понятное желание сделать жизнь людей лучше по обе стороны границы. На это влияют совместные договоренности и проекты. Символично, что вопросы восстановления уровня общей экономики обсуждали именно на Полесье. Эти земли прошли сложный путь возрождения. Ежегодный чернобыльский путь для Александра Лукашенко – традиция. За ней небезразличные отношения к этой многострадальной территории. В главном эфире Наталья Бреус, Ольга Холодович и Марина Романовская. Итак, минувшая неделя стала выразительной в смысле белорусско-украинских контактов. При этом на высшем уровне, как видим, обсуждали не только последствия Чернобыля, но и вопрос экономического взаимодействия. Как раз весь спектр двусторонних отношений Минска и Киева проанализируем прямо сейчас. В студии главного эфира чрезвычайный полномочный посол Украины в нашей стране Игорь Кизим. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. С того времени, как вас назначили, прошло всего лишь два месяца. Период такой небольшой. Скажите, с чего начали и что в отношениях между нашими странами вы на первый план ставите? Главная задача остается прежняя. Она у нас в Украине самая главная для всех дипломатов, это как можно скорее прекратить ту корпоритику, которая в Украине, как можно скорее стабилизировать ситуацию в Украине и как можно скорее сделать так, чтобы в нашем регионе уступил мир. Это, наверное, главная задача, которая будет решаться здесь. И в этом контексте мы очень благодарны Минску, Беларуси, для того, что она нам дала площадку для проведения переговоров. Минский процесс идет, он важен для нас. Вторая задача, которая для нас очень важна, для меня очень важна здесь, это, конечно же, наше взаимное торгово-экономическое сотрудничество, которое в последнее время абсолютно показывает позитивные результаты, чему мы очень рады. Одной задачей стали также постоянное поддержание политического диалога на всех уровнях. И еще одна задача, я бы хотел сделать так, чтобы в белорусском обществе, в белорусских людей, в белорусском народе, все-таки отношение к Украине, к украинцам происходило не через призму того, что происходит в Украине и у нас на Донбассе, а через призму всего хорошего и нашего традиционно дружеских отношений. Честно скажу, что мой приезд сюда был не совсем, с моей точки зрения, приятен в эфире, потому что я смотрел несколько фильмов, программ, передач, которые выходили на телевидение и на вашем канале, о том, что происходят какие-то события, какие-то украинские, пересекают границу боевики, где они будут говорить звонок другу и так далее, и так далее. Всякие фильмы, которые, честно говоря, у меня вызывали некоторое разочарование, прямо скажем, а если сказать точнее, и недопонимание. Вот вернемся к теме встречи президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко, которая состоялась на этой неделе в Чернобыле и Лясковичах. А вот каковы, на ваш взгляд, главные итоги переговоров по целому ряду направлений экономика, политическое взаимодействие, безопасность, чернобыльские регионы и так далее? Знаете, я хотел бы участвовать в том, что, наверное, встреча лидеров двух стран – это уже само событие, само по себе. Это первое. Второе – это абсолютное взаимопонимание. Мы, знаете, если говорить так, ну, если мы такими словами, поймали друг друга с полуслова. Основной акцент был сделан на углубление торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в рамках соглашения про кооперацию. Второе – вопрос – это то, что у нас были новые, так сказать, сферы сотрудничества определены. Например, взаимный допуск к тендерам о проведении, участие в строительстве для украинцев, участие белорусских компаний в дорожном строительстве в Украине. Было также говорилось много о сотрудничестве и в энергетической области вообще, в целом. Главное было сделано то, что, мне кажется, были намечены те пути, и те проблемы, вопросы и проекты, которых действительно реальные. И, как было сказано, уже в ближайшее время, во время визита президента Белоруссии Александра Георгиевича Лукашенко в Украину, они должны уже вырасти в такие конкретные проекты. Весной этого года было знаковое событие для Белоруссии. Первый танкер иранской нефти для нашей страны прибыл в Одессу. Вот для Белоруссии, как и для Украины, актуален вопрос диверсификации поставок энергоресурсов. А вот в этом направлении каковы перспективы сотрудничества между нашими странами? Мы готовы сотрудничать в этом вопросе. И если бы какие-то были проблемы, наверное, я бы не знал. На сегодняшний момент этих проблем, о всяком случае по этой партии иранской нефти, я не знаю. У вас есть проблема загрузки ваших мощностей нефтепроводящих заводов. Это решение, мне кажется, вопроса очень довольно-таки удачное. Я не знаю, будет ли какая-то еще нефть. Но это не первый раз, когда уже Белоруссия из Одессы завозит нефтепродукты. У нас есть еще тоже, вы знаете, есть еще у нас Одесса-броды, этот транспортный нефтепровод. Я думаю, что можно будет получать его. Я немножко не готов говорить эту тему сейчас именно в таком конкретных цифрах, в конкретных объемах. Но я знаю, что мы партнеры. И поэтому все, что выгодно для партнерства, мы будем делать и помогать. Минский процесс. Вы уже затронули эту тему. Сегодня звучат такие скептические мнения от некоторых политиков. Дескать, Минск-2 себя изжил. Давайте создадим Минск-3, либо приступим к силовому регулированию. Скажите, кого не устраивает Минск как место для мирных переговоров? И есть ли сегодня альтернатива Минской площадке? Ну, не устраивает, наверное, тех, кто не хочет мира. Мне кажется так. Я не думаю, что Минский процесс себя изжил. И, во всяком случае, площадка, которая существует, она показывает свою необходимость. Я здесь недолгое время, но уже два раза брал участие, ну, присутствовал, скажем так, в работе тресторонней контактной группы. Один раз брал участие в нормандском формате, значит, в качестве, опять-таки, эксперта нашей, что собираются высшие политические советники. Поэтому процесс этот идет. Он идет, конечно, очень так непросто, прямо скажем. Но есть позитивные моменты, шаг за шагом. Очень скрупулезно и очень методично. Каждая сторона защищает свои интересы и находятся какие-то компромиссы. Что касается, если брать, так сказать, в широком формате, Минск-3, Минск-2, я думаю, что, рано еще об этом говорить, Минск-2 себя не исчерпал еще полностью. Беларусь приняла у себя много переселенцев из Украины. На пике их было 160 тысяч. Вот как вы оцениваете условия, созданные для них в Беларуси? Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить белорусский народ и белорусское государство, и президента лично, о том, о чем мы сказали, что действительно переселенцы, временные переселенцы, я бы подчеркнул, это очень важно. Надо дать им помощь какую-то и обязательно создать условия, которые позволяли им жить здесь. Не выживать и, повторяя, жить именно, в том числе по работе. Люди не должны стрелять от того, что происходит в Украине, если это люди, которые действительно мирное население. Это дети, это женщины. И, конечно же, белорусская земля, она дает такие возможности. Вопрос последний. Совсем скоро в Киеве пройдет престижный песенный конкурс Евровидения. И мы видим, что, в общем-то, он сопровождается такими разными, довольно пикантными новостями. Начиная от смены команды, которая занимается подготовкой конкурса, заканчивая украшениями городских досопримечательностей. Не посадитесь ли вы, что европейский песенный конкурс в Киеве будет сопровождаться некими провокациями? Будете ли сами следить за выступлениями артистов? Может быть, будете голосовать? Нет, ну я буду голосовать за неабэнт, это точно. Мы же договорились, что ли, по-моему, на дипломатическом уровне. Я очень рад, что ваша группа поет, уже, я так понимаю, на следующей неделе команда ваша уважает туда уже. Я хотел бы всех пригласить на этот замечательный абсолютно песенный конкурс, на этот конкурс. Это действительно грандиозно. Что касается провокации, судя по тому, что у нас до сих пор все пока шло нормально, то есть наши профессиональные талоны работают хорошо, в общем, и я думаю, что будет обеспеченный порядок в этом самом. Так что я просто привлекаю всех желающих, во-первых, приехать, посмотреть на выступление, ну и, конечно же, пожелать вашей группе, чтобы она выступала хорошо. Они так славно поют. Вообще уникальное просто. Спасибо, Игорь Юрьевич, что пришли к нам в студию. Напомню, о двусторонних контактах Минска и Киева в нашей студии рассказал чрезвычайный полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Но мы продолжаем главную тему этой недели. 31 год назад в обиходе белорусов появилось новое слово «чернобыльцы». Так стали называть жителей регионов, пострадавших от аварий на ЧАЭС. Сотни отеленных деревень, миллиарды долларов на реабилитацию. О том, какой была оплата для Беларуси за роковой взрыв на реакторе, мы уже говорили сегодня в программе. Но есть и обратная сторона медали. Ведь сегодня у белорусов и самые богатые, а главное, действенный опыт в борьбе с последствиями радиации. Знак чернобыльской беды стал знаком настоящей борьбы за свою землю и право на ней трудиться. Разработки ученых, практически опыт аграриев и полезкое умение идти вперед, наперекор обстоятельствам, кардинально изменили жизнь когда-то загрязненных территорий. Как раз об этой жизни расскажет наш гомельский СОПКОР Ольга Холодович. Она побывала в тех местах, которые многие уже считали потерянными. Это инновация против радиации, говорят ученые. Брикеты со специальной добавкой, которая снижает уровень цезия в организме животного в рационе каждой местной буренки. Результат – всегда чистая продукция и крепкий иммунитет. Там кальций находится в биологически доступной форме. То есть он легко усваивается организмом животного. И это, в свою очередь, дает гарантию получения молока, который отвечает на недействующие нормативные требования. Продукция у нас отвечает самым жестким радиологическим стандартам. После трагедии в Чернобыле из сельхозоборота исключили 265 тысяч гектаров земли. Более 30 тысяч сегодня уже вернули в работу. Большая их часть – в Гомельской области. Эти территории используют максимально эффективно. В хозяйствах, в помощь аграриям – специальные карты земледелия. Вся полученная продукция проходит тройной контроль. Молоко здесь получает не просто чистое, а экстра-класса. Поступление цезия из почвы в продукцию растеневодства снизилось до 20 раз. И по экспертной оценке половина этого снижения приходится на проведение защитных мероприятий ВПК. Вторая половина приходится на природные факторы. Все это направлено на повышение качества жизни населения, проживающего на пострадавшей территории. Именно на этой территории и самый большой в стране полигон для исследований. Полески – радиационно-экологический заповедник. 700 сотрудников, научно-экспериментальная база, лаборатории и своя пожарная станция. Вся территория делится на две зоны – абсолютно заповедную с повышенным уровнем загрязнения и экспериментально-хозяйственную. И не исключено, что эта научная площадка приобретет статус международный. Опыт по преодолению последствий аварии, который есть у Беларуси, уникален. Здесь планируют создать большой исследовательский центр, в котором смогут работать специалисты из разных стран. Уже есть интерес ученых из России, Украины и Японии. Наш опыт показывает, что многие научные учреждения на Западе с удовольствием сюда приезжают, испытывают свое оборудование, изучают различные природные механизмы. Даже если уроки закончились, это не повод идти домой. Кто-то готовится к Олимпиаде, кто-то – конкурсу риторики. Среди учеников Брагинской гимназии – победители районных и областных олимпиад, лауреаты премий по поддержке талантовой молодежи. Выпускники успешно покоряют вузы, но при этом готовы вернуться в Брагин. Хоть я и знаю, насколько прекрасна наша Беларусь, но все-таки хочется в Брагин вернуться, в свое родное место. Мне здесь нравится. Чтобы существовала белорусская культура, для этого нужны носители, люди. И поэтому я буду заботиться о их здоровье, и я стану медиком. Эта передвижная амбулатория работает в районе уже несколько месяцев. График приема – 30 человек в день. Все выезды согласованы заранее. О визите медиков людей предупреждают работники местных ФАПов и сельсовет. Молодежь, так она сама добирается до Брагина. А мы пенсионеры, с Брагина присылает нам транспорт. И нас вот, пожалуйста, сегодня приехали. Конечно, удобно. Вы что? Если на месте у нас мы видим отклонение в ВКГ, значит, этот пациент сразу же госпитализируется в учреждение здравоохранения, то есть в нашу ЦРБ. Это востребовано. Очень хорошо, когда медицина едет к людям. Пока малыши из местного сада проходят УЗИ, взрослым делают кардиограмму и общий анализ крови. Еще один обязательный пункт медобследования – радиационный контроль. Это аппарат СИЧ – спектрометр излучения человека. Всего три минуты, и я узнаю, сколько радиации за год накопилось в моем организме. Мой результат? 30,6 бекерей на килограмм. При норме в 400 бекерей на килограмм для взрослого человека мои показатели намного ниже. Сегодня на пострадавших территориях продолжается жизнь. Модернизируются предприятия, развивается бизнес, строятся школы и сады. Развивается сельское хозяйство. На территории заповедника выращивают фрукты и собирают мед. Разводят лошадей. Начинали с нескольких тяжеловозов. Сегодня в Табуне уже более 300 племенных. А чтобы сделать уникальные кадры редких видов обитателей Беларуси, журналисты и ученые приезжают именно сюда, на юг нашей страны, в Полеске-Заповедник. В главном эфире Ольга Холодович и Александр Мурашкин. Но мы продолжаем нашу программу. Не переключайтесь. Смотрите во второй части главного эфира. Открытым текстом о закрытии. За что опускали шлагбаум перед белорусской молочкой. Там выявляются такие моменты, которые нам даже неизвестны, которые искажены. Чистые аргументы против грязных приемов. Когда появится по-настоящему безбарьерная среда для наших товаров. Хотелось бы, конечно, чтобы эти службы слышали несколько своих партнеров. О вкусах спорят и договариваются. Эксклюзивное интервью министра сельского хозяйства. Дачные тарифы. Почему свет без прописки дороже, чем в городе? Он не устраивает тарифы. Справедливый калькулятор для огородного сезона. А страны, я считаю, что это не такие большие затраты. Обсуждению подлежит. Решить вопрос по-товарищески. Туристическая Беларусь стала еще доступнее. Более двух тысяч иностранных туристов. Без виз пешком и на велосипеде обкатали под Гродно. Даже такая погода, проливной дождь, не смытили туристов. Экономика свободного входа. Маршрут в сторону от главной дороги. Станет ли тайский бокс белорусским? Чемпионат мира в Минске. Вызов принят. Будем стараться взять первое место. И одним касанием. Кто и как переманивает наших лучших игроков? Этих девочек могут забрать те же россияне. Не боитесь за это? Боюсь, очень боюсь. Что нам делать в ситуации, когда мяч на чужой стороне? В финале мы были 100%. Наша подача. В главном эфире. Эта неделя была ознаменована событием, которое случается в нашей стране раз в два года. Во Дворце независимости со всеми почестями были вручены государственные премии. Чтобы награды получили по справедливости и действительно заслуженно, президент дважды встречался со всеми претендентами. Такой тщательный отбор помог сохранить максимальную объективность. Для каждого, без исключения лауреата, эти награды – высшая оценка дела всей их жизни. Шесть докторов настоящих столпов белорусской медицины, создавших современную белорусскую школу трансплантологии, стали лауреатами государственной премии. Прорыв в этой невероятно сложной и наукоемкой сфере привел к тому, что в нашу страну едут за опытом со всего мира. Но главный результат – это уже тысячи спасенных жизней. В госпремии также удостоена группа ученых и промышленников, которые смогли организовать производство нового класса изделий микроэлектроники. Их разработки – не только огромный шаг в деле продвижения отечественной науки, но и вполне осязаемый результат. Инновационный эффект оценивается в 350 миллионов долларов. Среди лауреатов и коллектив Большого театра, который поставил уже легендарную седую легенду Покороткевичу – оперу со статусом «Национальная». Престижную награду получил и композитор Владимир Кондрусевич – автор музыки для более чем двух сотен постановок театров Беларуси и зарубежья. Во Дворце Независимости были также вручены ордена и присвоены почетные звания. На высшем уровне были отмечены люди самых разных профессий. От электросварщика Минского завода и до в недавнем прошлом первой ракетки мира Виктории Азаренко. Этих людей, которые в пятницу прибыли во Дворец Независимости, объединяет невероятная преданность делу и своей стране. Каждодневным трудом они стараются сделать Беларусь и жизнь в ней лучше. Еще раз хочу поздравить вас с этими высокими званиями, наградами. Действительно, к этому люди идут всю свою жизнь. А у вас вы только некоторая треть жизни прожили. Впереди столько времени, чтобы мы с вами, я хочу со мной, чтобы встретились в этом зале по такому же поводу. Я когда вручал вам награды, я вспоминал все. Многих-многих я видел маленькими. Ну, как Вика, она совсем маленечкая была, когда я начинал играть немножко в теннис. Она начинала свою карьеру в шесть или сколько там тебе было лет, когда мы булочки ели на кортах. Я часто это вспоминаю Олега, когда мы встретились, и он мне на ухо шептал, что трансплантология – это что-то великое, и у нас оно должно это быть обязательно. До наших ученых вспоминаю, с чего мы начинали. Достигли мы очень высоких вершин. Я желаю, чтобы вы не останавливались. Вы сейчас должны показывать пример. Я часто спортсменам говорю, великим спортсменам. Вот Вике говорил, то, что ты достигла высоты – это хорошо. А теперь ты должна за руку привести, ну, хотя бы одного, такого, как сама. Воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это будет подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить нескольким людям из нашей страны такой же подвиг. Я желаю вам этого, желаю, чтобы хорошие у вас были ученики. В том, какого масштаба таланты должны были получить награды, могла убедиться без преувеличения вся страна. Каждый из номинантов на получение госпремии, а их было 20, стал героем серии фильмов под символичным названием «Дело жизни», подготовленных агентством теленовостей и вышедших в эфир накануне на телеканале «Беларусь-1». Каждый человек – уникальная история, невероятная судьба и удивительная работоспособность. Безусловно, вклад этих беларусов в развитие страны бесценный. И вот такое высокое признание лучше любых слов говорит, чего на самом деле это стоило номинантам. А вот глобальные тенденции таковы, что, по прогнозам экспертов, совсем скоро некоторые профессии могут просто исчезнуть. Уже сегодня человека на производстве часто заменяют автоматика и роботы. Как на этом стремительно меняющемся рынке сохранить ценность кадров и, главное, рабочие места? Все эти темы на неделе обсудили на международном и по-настоящему глобальном форуме профсоюзов, который прошел в Минске. В одном зале собрались представители 30 стран мира, все с одной целью – вместе выработать пути решения кризисов на рынках труда. А также обсудить новые формы занятости и специальности. Когда человек и вовсе не привязан к рабочему месту, оно где угодно, главное – доступ в интернет. Конкурировать на новом рынке сложно, но можно, уверены Федерации профсоюзов. Мы сегодня видим на премьере наших модернизированных предприятий, где работало тысяча человек, работает после модернизации 300, а продукции выпускается в четыре раза больше. И мы, безусловно, сегодня говорим о том, а где мы сегодня будем трудоустраивать и обеспечивать работу тех людей, которые высвобождаются. Сегодня, кроме того, что идет высвобождение рабочей силы, мы видим, что исчезают целые профессии. Такие, как страховой агент, как бухгалтер, они могут исчезнуть. И, безусловно, мы должны сегодня понимать такие вещи, что как мы сегодня должны защитить человека и его социальные гарантии. Уже во второй день форума гости побывали на производстве белорусского машиностроительного гиганта. Основной темой здесь стала охрана труда. По итогам форума специалисты профсоюзной сферы обсудили новые инициативы, с которыми вернуться домой. Например, эксперт из Испании заинтересовался белорусским опытом предоставления первых рабочих мест молодым специалистам. В этой европейской стране проблема безработицы молодежи как никогда острая. 40% выпускников не могут найти работу в своей стране и эмигрируют. Одно из предложений Федерации профсоюзов нашей страны — создание специального фонда, из которого в случае банкротства предприятия будут компенсироваться финансовые потери. Ну а теперь цифра недели. Беларусь наращивает объемы и открывает новые рынки экспорта молочной продукции. За первый квартал продажи выросли почти на 40%. Заработали более 600 миллионов долларов. В том числе и за счет новых рынков в разы выросли поставки в страны Персидского залива, Африки, Вьетнама и Китая. С ними в планах торговать на 10 миллионов долларов в год. Такие цифры прозвучали на неделе с трибуны третьего международного форума «Беларусь молочная». Форум собрал около 250 участников из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Франции и США. В кулуарах форума главный эфир побеседовал с министром сельского хозяйства и продовольствия. Говорили не только об успехах, но и о проблемных вопросах — запретах на поставки беларусской продукции в Россию. Почему опускали шлагбаум перед нашей молочкой? И как проверки россиян на наших предприятиях отразятся на безбарьерных поставках в страну-соседку? Интервью Леонида Зайца прямо сейчас. На переговорах президентов Беларуси и России в Петербурге были сняты вопросы по поставкам нефти и газа. Но между странами остается одна также серьезная проблема — это ограничение на поставки беларусской мясной и молочной продукции. Какие решения приняты в этом направлении? Владимир Владимирович Путин дал указание специалистам Российского хозяйства надзора немедленно выехать на территорию Республики Беларусь, проинспектировать те предприятия, которые были закрыты, с целью возобновления поставок именно продуктов питания. Да, действительно, с 5 числа по 13 апреля текущего года пять групп специалистов Российского хозяйства надзора заехали на территорию Республики Беларусь. Были проверены наши предприятия на предмет завоза украинского мяса, мяса говядины. В частности, Пинский мясокомбинат, в котором с холодильника были выгружены практически все туши. Но ничего, никаких подтверждающих фактов о том, что с Украины заводится мясо на это предприятие, нет. После этого мы побывали в Российском хознадзоре, провели там совещание с участием специалистов Российского хознадзора, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В результате этого два предприятия были открыты. Бабушкина крынка, Вилли Смит, перерабатывающие предприятия. С 1 мая Российский хознадзор по настоятельной просьбе Республики Беларусь организовывает очередную проверку тех предприятий, которые первый раз не проверили, которые выпали из списка. Поэтому оставшаяся часть предприятий будет подвергнута инспекции со стороны Российского хознадзора на предмет дальнейшего открытия этих предприятий на российский рынок. Поэтому мы ждем квалифицированное заключение и понимание со стороны Российского хознадзора. Глава Российского хознадзора не так давно заявил, что больше не будет работать с Беларусью, предложив передать эти функции замминистру сельского хозяйства России. Как-то изменились взаимоотношения? Знаете, Беларусь не создала таких невыносимых условий, чтобы Российский хознадзор в ее лице, первый человек Российский хознадзор отказался работать с Беларусью. Повода, собственно, не было для этого. Ну, законопослушные люди. Это были просто эмоции или как-то изменилась формально работа? Если на сегодняшний день не изменилась работа, мы работаем с теми службами, которые работали до этого. Хотелось бы, конечно, чтобы эти службы слышали несколько своих партнеров, слышали Республику Беларусь. Мы хотели бы тоже самое побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть и молочные предприятия Российской Федерации, как же там поставлена работа, но почему-то таких предложений и таких желаний, чтобы наши специалисты посетили, покуда нет. Недавно Евразийская экономическая комиссия выяснила, что многие требования к белорусским переработчикам, поставщикам со стороны Российский хознадзора вообще никак не регламентированы. Никакими документами. Как будет решаться этот вопрос? В последнее время, особенно это началось с второй половины 2016 года, были претензии явные, претензии односторонние со стороны Российский хознадзора, такой продукции молочных заводов, как питьевое молоко. Якобы в питьевом молоке улечили наши предприятия, туда добавляют порошковое сухое молоко. Вообще никакой экономической целесообразности делать это нет. И мы дорожим своим брендам. Какая-то коммерческая организация издала определенные тесты для проверки именно наличия сухого молока в питьевом молоке. Нигде не зарегистрировано, нигде не прошло опробирование на территории этих стран. Вот этой методикой Российский хознадзор пытается выбить с продовольственного рынка Российской Федерации именно питьевое молоко Республики Беларусь. Мы обратились официально в Российский хознадзор, Министерство сельскохозяйства Российской Федерации, Евразийскую нашу комиссию о том, что это одностороннее действие Российского хознадзора, которое приводит к ограничению поставок нашей продукции. Евразийская комиссия условно судила это действие. Решение Евразийской экономической комиссии подействовало. Российский хознадзор прекратил практику вот этого тестирования? Нет, он не прекратил практику, но в последнее время нет таких выявлений именно сухого молока в питьевом. Вот в связи с этими ограничениями мы увеличили поставки мясо-малочной продукции на рынки стран СНГ в полтора раза. Страны Океании, Азии в 3,9 раза. Даже в США в 2,2 раза. В Китае в полтора раза, в Грузии в 5 раз. Вот если мы по итогам работы 2016 года на рынке перспективных стран поставляли продукции за весь год в сумме 3,1 миллиона долларов, только за три месяца кущего года уже мы поставили на сумму 2,9 миллиона долларов. И нарастают эти объемы. Вот поставка в Сирию, допустим, в Египет уже открыл для себя рынок. Мы будем поставлять туда продукцию, мясо, крупнора, таскота, птицу, сухое молоко, масло. То, что пользуется сегодня большим спросом на африканском континенте. А селу нужны трудовые ресурсы? Потому что стоит задача до 1 мая устроить незанятых. Селу нужны квалифицированные трудовые ресурсы. Сельское хозяйство – это хозяйство не 90-х годового. Здесь на смену старым технологиям прошли новейшие технологии. Для неквалифицированных работников тоже найдется работа. Поэтому готовы рассмотреть предложения каждого, готовы организовать ему рабочий день, труд, с тем, чтобы человек заработал непосредственно на своей работе. А сколько можно в такой высокий сезон заработать? Квалифицированные специалисты зарабатывают священную тысячу рублей. Поэтому есть возможность к каждому сегодня проявить себя, именно связав свою деятельность сельским хозяйством. Спасибо вам большое. Спасибо. Сельскохозяйственный сезон стартовал не только в больших хозяйствах. Начался он и для дачников. В этом году его, прямо скажем, заждались. Апрельская погода совсем не радует белорусов тепло. Хотя для кого-то это, конечно, условность, если на даче обосновался постоянно. И вот здесь мечта многих горожан — дачный домик. Разбивается о жестокую реальность коммунальных расчетов. Когда обслуживать дом становится, увы, не по карману. И платить приходится в разы больше, чем в городе. Вопрос актуальный. Ведь одно дело, если внушительная загородная недвижимость нужна для уединения и релакса. И другое, если дачный дом становится единственным жильем для пожилых людей, которые решили убежать от городской суеты. В поисках справедливости дачники пошли по всем инстанциям и даже вынесли проблему на самый высокий уровень. Президент во время послания народу национальному собранию в ситуации поручил разобраться. Наши корреспонденты выслушали мнение всех сторон. Дачников, депутатов, экспертов и местных властей. Чтобы понять, почему дача вдруг стала дорогим удовольствием. Для Ольги Юрашевич, как и для тысяч других белорусов, дача стала даже не вторым, а первым домом. Шесть лет назад на семейном совете решили квартирный вопрос. Оставив городское жилье детям, супруги переехали в дачный домик. Как говорится, со всеми удобствами. Мы сами лично провели воду, канализация местная у нас есть, газ, естественно. Но после первой жировки стало ясно. Жить в загородном доме куда дороже, чем в городской квартире. Зарегистрироваться дачнику здесь не позволят. А нет постоянной прописки, коммунальный тариф посчитают по максимуму. Если частные дома, коттеджи, они оплачивают по 9 рублей. Я сегодня на почве еще раз сверился. По 9 рублей 80 копеек за 100 кубов. Здесь оплачивается за 100 кубов по 42 рубля 26 копеек. Дачники протягивают коммунальные счета. За прошлый месяц только газ потянул на 85 рублей. В коттеджном поселке напротив почти в 5 раз дешевле. Вроде соседи живут бок о бок. Вот только коммуналка одним со скидкой, другим по полной. Говорят, куда бы ни обращались, ответ всегда один. Ваше жилье является для временного проживания, прописать вас не можем. Сегодня многие горожане и рады бы уехать из мегаполиса. Все-таки на природе как-то спокойнее, здоровее что ли. Участков, которые находятся вот в таких садовых товариществах, около полумиллиона. Это чтобы оценить масштаб проблемы. Причем многие в город уже не вернутся. На дачу переезжает почти каждый третий собственник. По закону садовые домики, а по народному дачи, вынесены за рамки жилищного фонда. Поэтому регистрация здесь попросту невозможна. Без нее субсидий на оплату жировки, увы, не получить. Субсидируемые тарифы применяются в жилых помещениях, в которых имеются зарегистрированные по месту жительства собственник, либо члены его семьи. Вот основной принцип. Местные власти разводят руками. И рады бы помочь дачнику, но единого для всех решения, похоже, пока не найти. Если садовый кооператив благоустроен так, что от поселка не отличить, говорят, хорошо бы включать таких передовиков в черту ближайшего населенного пункта. Но это лишь теория. Да и такие флагманы пока в меньшинстве. Вообще, если такой пилотный проект, скажем так, поступит на предложение в Минскую область, то я думаю, что Минская область поддержит. И какой-то совместный механизм мы сможем проработать совместно с правительством и заинтересованными ведомствами. Между тем, коммунальные расходы дачников – капля в море, говорят депутаты. В садовых товариществах потребляют лишь полпроцента от общего расхода в регионе. Это про газ. Проблему даже вынесли на уровень президента. Людям надо помочь. Для страны, я считаю, что это не такие большие затраты будут, если примется решение для того, чтобы регистрировать граждан в домах, находящихся в садовых товариществах. Не обязательно эти садовые товарищества придавать им статус населенных пунктов. Практически в домах есть технические паспорта и дома, которые по своим потребительским качествам готовы к проживанию. В этих домах полностью можно проводить регистрацию. Но коммунальщики предупреждают. Если переводить дачу в жилфонд, значит, нужно обеспечить социальный стандарт. Все условия для комфортной жизни. Но каждая ли дача выполнит такой норматив? Дачи в лесу, школы нет, садика нет, объектов здравоохранения нет, объектов торговли нет. Но вы меня пропишите. Потом ему становится уже не 50 лет, когда он мог самостоятельно добираться, а 60 лет. А он говорит, мне в поликлинику нужно полдня добираться, мне то-то надо, и обеспечивайте меня социальными стандартами. И все же дачники не теряют надежды. Верят, выход найдется. Ведь сторонников в загородной жизни меньше не становится. А доступный дачный тариф и еще и возможность поддержать тех, кто пока еще на распутье. Остаться урбанистом или вернуться в глубинку. Туда, где дышится легче, живется дружнее. Вниманием она уж точно не избалована. В главном эфире Ольга Онищенко, Виктория Патоня, Андрей Градобоев и Дмитрий Горкуша. На неделе стало известно о новой туристической возможности нашей страны. Пункт пропуска «Лесная рудавка» на белорусско-польской границе расширил свой статус. И теперь, кроме водных путешествий, здесь пересекать границу можно как пешком, так и на велосипедах. Белорусские и зарубежные турфирмы уже корректируют свои маршруты. Ну а те, кто предпочитает самостоятельно путешествовать, даже успели создать ажиотаж. На сайте безвизового посещения августовского канала за пару дней зарегистрировались более двух тысяч человек. Стоит отметить, что сам канал – одна из главных точек безвизовой карты Гродненского региона. О том, чтобы расширить эти территории на всю область, шел разговор во время послания президента белорусскому народу и национальному собранию. Какая экономическая перспектива стоит за въездным туризмом и чем привлекает иностранных гостей в Густовский канал? Все подробности у Дмитрия Смирнова. Еще раньше на этой неделе пересечь границу здесь, в пункте пропуска Лесная Рудавка, можно было только в буквальном смысле на веслах. Сейчас же статус на шлюзик уже нет, изменился. И принять туристов здесь готово и пешком, и на велосипеде. Кстати, даже такая погода, проливной дождь, не смытили туристов. Одними из первых обкатывали новый формат пункта пропуска вместе председатель Гродненского обл. исполкома и маршалок Подляского воеводства. Сразу после подписания новой дорожной карты о межрегиональном сотрудничестве, руководители регионов сели на велосипеды. Новую лесную рудавку ждали давно и многие турагентства, и сами туристы. К слову, вместе с расширением формата пропуска отменили и заявочный принцип. С 28 апреля по 1 октября 2017 года уже не нужно будет никого предупреждать. Пограничный контроль будет находиться в пункте пропуска постоянно. С 8 до 8. А не так, как это было раньше. Выезжали на место лишь при наличии заявки от группы. Подъезжая к границе, мы как раз встретили туристов. Они направлялись сюда из Варшавы и уже везли с собой велосипеды. Пункт пропуска у более чем 100-летнего шлюза Куженец фактически еще до открытия вызвал ажиотаж. Сайт регистрации на безвизовое посещение поданной заявки отмечал сотнями. О том, что будет однозначно рост, я в этом уверен, потому что ближайшие выходные только в Гродно за 2-3 дня у нас более 2000 иностранных туристов уже зарегистрировалось для посещения. Туристы, которые въезжают на безвизовую территорию, кстати, число зарубежных гостей недавно перешагнуло отметку в 10 тысяч, это в большинстве соседи, 30% поляки. Остальные из других стран Евросоюза, Северной и Южной Америки и Азии. Геотек Гродно был замечен даже в аккаунтах у японцев и одного австралийца. Сегодня мы уже официально пересекли границу здесь, на велосипедах. Это большое упрощение для туристов. И не только из Польши, но и со всего остального Европейского Союза. Благодаря этому, думаю, будет развиваться не только само туристическое движение. Это послужит сигналом для создания фирм в отрасли. Таким образом, мы получим экономическое развитие параллельно в двух регионах – Подляском и Гродненском. Экономика региона действительно заметила, что туризм – это вложение выгодное. Прокат велосипедов и байдарок, сопровождение туров, открытие хостелов. Даже меню персонал кафе в Гродно предлагает на нескольких языках. Ради справки, в 2016-м в Гродно только 15 фирм занимались конкретно въездным туризмом. Сейчас их больше 70. Мы даже видим, что отдельный маленький регион сделали бизнес-режим. И насколько активнее стало движение туристов, сколько к нам приезжает. Поэтому это накладывает в нас особую какую-то еще ответственность. Надо готовить инфраструктуру. И этим еще нам надо серьезно позаниматься. Но не обязательно всю область делать. Можно расширять просто формат, виды пересечения безвизового. Расширение безвизового формата уже оценили владельцы турфирми соседней страны. Например, для огнешки Зайзала Гродно и белорусская часть августовского канала стали конкурентными преимуществами на польском рынке. Выезжаем на еднодневые вычечки до Вильна. Обычно наши клиенты на один день всегда выезжали на экскурсию в Троки или Вильнюс. Сейчас благодаря безвизовому режиму мы расширили свое предложение. Многие заинтересованы в Гродно. Вдобавок, гостям нравится возможность проплыть на байдарках по августовскому каналу без визы. Не надо уже заморачиваться лишними документами, как раньше. Но опыт коллег недвусмысленно дает понять. Даже без морей и пляжей туризм может и должен стать значимой статьей бюджета. Немногим более чем 30-ти тысячный августов, который год к ряду фиксирует рост поступлений из отрасли. В среднем полтора миллиона злотых. В прошлом году здесь встретили больше 100 тысяч туристов. Если удастся реализовать проект и открыть автомобильный пункт пропуска Софьева-Лепщаны, ведь между Гродно и Августовом всего 56 километров по прямой, это еще сильнее укрепит и расширит и международное сотрудничество, и туристические потоки в Беларусь, в частности, в Гродницкий регион. Польские бизнесмены в принципе очень оптимистичны и даже решительно настроены укреплять сотрудничество с белорусской стороной. Это касается как больших проектов, так и частных инициатив. Но знаменатель у всех общий. Единый туристический продукт создавать вместе и дешевле, и выгоднее. Важна тесная кооперация между администрациями наших городов и предпринимателями. Такой эффект будет сильнее и позволит снизить стоимость продвижения и увеличить конверсию от совместного туристического продукта. Поэтому неудивительно, что на встрече во Вгустове речь в том числе шла и о создании общего бренда Вгустовского канала и стратегии продвижения единого турпродукта в Европу. Наша терра инкогнито оказалась как раз в тренде. Ленивый туризм больше не в почете. Любовь к активным путешествиям с известной долей сервиса. Вот что продвигают белорусские эксперты. Евровело или Гринвело, они тоже буквально проходят в нескольких километрах от нашей границы. Поэтому однозначно мы уже имеем планы совместно с польской стороной о продлении этих веломаршрутов. И причем здесь речь идет не только о маршрутах, которые будут касаться двух стран. Здесь у нас и Литва тоже будут включены в этот трансграничный проект. Новый туристический сезон еще только стартует. Но больше двухсот концертов, фестивалей, спортивных мероприятий, водных и велосипедных маршрутов. Многих это заставляет пересмотреть свои планы на отпуск. Кстати, это только на белорусской стороне августовского канала. Еще почти столько же готовят поляки. Несколько из самых крупных будут проводиться одновременно в двух странах. В главном эфире Дмитрий Смирнов и Виктор Бака. И вот еще один прекрасный туристический повод. Гости из разных стран прибудут в Минск понаблюдать за чемпионатом мира по муай-тай, который пройдет в столице с 3 по 12 мая. И соберет лучших представителей одного из самых популярных видов единоборств. Спортивный форум будет сопровождаться пристальным вниманием Международного Олимпийского комитета. Ведь в конце прошлого года этот вид спорта МОК признал и включил в список претендентов в Олимпийскую программу. Насколько готова Беларусь к столь масштабному действу, спросим у наших гостей. Главного тренера национальной команды Михаила Степанова и заместителя председателя федерации кикбоксинга и тайского бокса Анатолия Симонечко. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, наверное, толкнемся от масштабов чемпионата мира. Тайский бокс пока только претендует на то, чтобы попасть в Олимпийскую семью. Понятно, что, наверное, МОК в первую очередь интересует популярность этого вида спорта. Скажите, представители скольких стран к нам своих спортсменов на чемпионат мира отправят? Сколько, в принципе, иностранцев к нам приедет? Много ли среди них будет простых болельщиков? На сегодняшний день официально зарегистрированы представители 69 стран. Даже есть такие экзотические страны, как Индия, Вьетнам, Непал, Шри-Ланка, Австралия. И на сегодняшний день официально могу сказать, что 696 участников зарегистрированы как участников. Еще приедут тренера, зрители, представители средств массовой информации. Но мы ожидаем порядка 800-900 человек. В Беларуси действует безвизовый въезд для многих иностранных граждан на 5 дней. Упростила ли эта норма работу организатором, учитывая, что чемпионат будет проходить 9 дней? Нет, мы пошли немножко по другому пути. Чемпионат мира по Муай-Тай включен постановлением Советов Министров об освобождении участников чемпионата мира от уплаты консульского сбора. Поэтому этот пятидневный режим не действует, а действует специальный режим. Поэтому все участники и также тренеры, зарегистрированные в соответствующей программе, они получают безвизовое пространство на территории Республики Беларусь. Это уже работает. На сегодняшний день могу сказать, что прибыло порядка уже шести команд. Не все зрители, может быть, знакомы с тем, что такое Муай-Тай. Скажите, насколько это серьезное достижение для Беларуси, для Минска, то, что мы принимаем чемпионат мира? Я могу сказать, что это очень серьезное достижение. Во-первых, согласно календаря, на сегодняшний день в этом году будет только единственный чемпионат мира по Муай-Тай. Во-вторых, это всего лишь третий чемпионат мира, который будет проходить в Европе. Обычные чемпионаты мира проходили только в Таиланде. Ну и самое главное, это первый чемпионат мира, который будет проходить под эгидой МОКО и нашего национального олимпийского комитета. Чемпионат будет красочным. Мы рады видеть гостей. Они попробуют нашу белорусскую кухню и оценят наше белорусское радушие. Но я еще хочу сказать, что на сегодняшний день мы достигли договоренности с Международной Федерацией о том, чтобы 9 мая, день нашего национального праздника, сделать выходным днем. На чемпионатах мира никогда не бывает выходных дней. Мы делаем хорошую программу. Мы и всех участников организованно презентуем линию Сталина, где покажем, как наши отцы, деды воевали в годы войны, как защищали Родину. Поэтому они посмотрят оружие, попробуют солдатской каши. Я думаю, это будет интересно. И Международная Федерация одобрила наш план. И вот мы всех ждем и приглашаем. Еще один вопрос, который уверенно многих интересует. Каким образом Международный Олимпийский комитет определяет, какие виды спорта будут включены в олимпийскую программу? Например, в Минске, когда проходят соревнования по муай-тай или смешанным единоборствам, как правило, Минск-арена или дворец спорта полностью заполнены болельщиками или зрителями. Чего не скажешь про традиционное единоборство? Там далеко не всегда такая картина. Почему так происходит? Ну, во-первых, много очень зависит от популярности не сколько вида спорта, а сколько от популярности тех людей, которые, будем говорить, прославляют этот вид спорта. У нас сегодня звезды. И сегодня действительно 11, 12, 17, 8-кратные чемпионы мира. И это официально. То есть это не придумано. Во-вторых, на сегодняшний день очень развита у нас сеть детско-спортивных школ. То есть мы приглашаем детей именно с детского возраста и уже доводят их до следующих. Критерии Международного олимпийского комитета – это развитие вида спорта. И, в первую очередь, сколько стран в нем участвует. В Международную федерацию муай-тай и Ифма входят 132 страны. То есть, что ее популярны. Допустим, в Таиланде, я думаю, что там несколько десятков миллионов занимаются муай-таем. Давайте чисто спортивный вопрос к главному тренеру. Скажите, готова ли команда к важным схваткам, к важным выступлениям? На что она готова? Команда действительно готова. Мы сейчас провели сбор в стайках. Буквально сегодня команда уже вернулась домой. И через два дня мы уже готовы вступить, как говорится, в поединке. И я думаю, что результат будет хороший. Какие планы вы ставите перед собой? Да, всегда у нас мы ставим план войти в тройку, прежде всего, в команду. Но, конечно, будем стараться взять первое место. Вопрос общий. Почему бокс называется тайским, понятно. В Таиланде этот вид единоборств, в общем, возведен в культ. Я знаю, что когда-то на чемпионате мира мы заняли даже общекомандное второе место. Скажите, если в Минске удастся занять первое, может быть, бокс переименуют белорусский? На сегодняшний день муай-тай ведет вековую свою традицию истории. Начинается, сколько помню, с 16 века. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы называться. Но для этого нам еще нужно потрудиться. Несколько веков, я думаю. Ну, кто его знает. Ну, вот со стороны этот вид спорта, ну, некоторым может показаться, как уличная драка. То есть бьют руками, ногами, головой, удары коленями разрешены. То есть такое ощущение, что можно все. Расскажите нашим телезрителям, какие основные правила или ограничения существуют, чтобы было более интересно смотреть тайский бокс. Вот в нашей студии находятся два бойца. Мы попросим их показать какие-то приемы, а вы прокомментируйте, что они делают. Хорошо. Начинаем с типов. Прямые удары ногами. Тип в туловище. Хорошо. Это то, что можно. Да. Тип в голову. Хорошо. Лоу-кики или удары по ногам с внутренней и с внешней части ноги. Пожалуйста, вот внешний удар и внутренний был показан. Миддл – это боковой удар ногой в туловище. Миддл-кик. Хайт-кик – удар в голову ногой. Хорошо. Удары локтями с разворота. Удар коленом в голову. С захватом. Это в прыжке. Александра показала. Запрещены удары ногами в пах. Запрещены удары по спине или в затылок. То есть вот в эту часть запрещены удары. Запрещены на скрутках подсечки. Подсечки ногой. Запрещены броски через бедро. Уже борьба, по сути. Ну да, да, да. Ну вот мы видим, что у бойцов еще определенная экипировка. Расскажите про значение. Вот повязка на голове, например. Это Монконг, который плетут сами спортсмены из 108 нитей, которые потом освещает их учитель. Для того, чтобы перед боем исполнить священный танец вайкру, по которому можно определить, к какой школе принадлежит спортсмен. Соревнование сопровождает и музыка. Что означает музыкальное сопровождение? Согласно правилам проведения соревнований по муай-тай, она сопровождается музыкой. Вот на чемпионате мира будут две тайские группы. Это по четыре человека со специальными, со своими музыкальными инструментами. То есть именно тайский, да? Именно тайский инструмент, да. Не буду переводить с тайского. Это очень сложно. Но это типа дудочка, колокольчик, барабанщик. И они играют. Каждый, как только спортсмен выходит на риг, начинает танец, танцевать, значит, они играют музыку. Что ж, спасибо, что пришли к нам в студию. Мы желаем успехов в важных поединках. Ребятам тоже спасибо скажем. Да. И напомним о грядущем чемпионате мира по муай-тай и нюансах этого контактного вида спорта. Мы говорили с главным тренером национальной команды Михаилом Степановым и заместителем председателя федерации кикбоксинга и тайского бокса Анатолием Симончиком. Продолжим спортивную тему. Если точнее, игровых видов спорта для Беларуси она является традиционно проблемной. Футбол, хоккей, баскетбол и другие популярные виды довольно редко радуют нас высокими результатами. А ведь так хочется, чтобы мы побеждали чаще. Остался недоволен положением дел в спортивной отрасли в целом и глава государства, посвятив этому весьма эмоциональную часть ежегодного послания к белорусскому народу и национальному собранию. У эмоций президента и вправду можно понять. Ведь для достижения результата было сделано очень многое. Но по-прежнему болевой точкой остается уровень и квалификация тренерских кадров. Беларусь небольшая страна, поэтому к каждому ребенку в спортшколе нужно относиться очень внимательно. За счет количества людей выйти на ведущие роли в наших условиях невозможно. На этом фоне удручает, когда страна лишается перспективных спортсменов. Недавно все видели триумфальное выступление женской, юниорской сборной Беларуси по волейболу. На чемпионате Европы в возрасте до 18 лет белорусские стали бронзовыми призерами. В голландском Арнаме наши поочередно победили команды из Греции, Сербии, Словении, Румынии и Польши. Уступили только россиянкам. Таким образом, мы вышли на чемпионат мира и спустя 16 лет повторили лучшее командное достижение. Очевидно, что резерв у нас растет хороший, но сохраним ли мы его? Вопрос, к сожалению, почти риторический. Ведь нередки случаи, когда наш талантливый волейболист выбирает для дальнейшего развития другую страну. А удержив федерацию таких игроков, Беларусь могла бы претендовать на статус ведущей европейской волейбольной державы. Почему спортсмены меняют гражданство в этом виде спорта? О трудностях, поддержке и осознанном выборе. Проблемную тему продолжит Станислав Липский. Триумфальным получилось выступление женской сборной Беларуси У-18 по волейболу на чемпионате Европы. Спустя 16 лет наши девушки выиграли бронзовые медали турнира. Очень рады, мы долго к этому готовились, мечтали. Но еще мечта у нас осталась, мы еще не все реализовали. Благодаря такому успеху эта сборная Беларуси выступит и на Европейском юношеском олимпийском фестивале, и на чемпионате мира. Однако сегодня один из самых массовых видов спорта переживает, мягко говоря, нелегкие времена. Отток талантливых беларусов за рубеж дело нередко. А ведь от этого, к сожалению, страдает сила национальных сборных. Момент принятия спортсменами подобных решений важно, чтобы атлет не остался наедине со своими проблемами. Причем смена гражданства выдающимися беларусскими волейболистами шаг осознанный. Чаще это происходит еще в юном возрасте. Этих девочек могут забрать те же россияне, не боитесь за это? Боюсь, очень боюсь, но в общем-то это не от нас зависит. Девочки заканчивают школу, предлагаются, естественно, условия для жизни, для учебы, для стипендий. Поэтому тут уже зависит не столько от детского тренера, в общем-то, сколько от всех руководителей. Александр Пытолев в беларусском волейболе более 30 лет. Вырастил ни одного мастера спорта. Знает досконально систему развития этого вида в стране. Как только у нас в большом волейболе ребенок в 9-10 классе начинает показывать хорошие результаты, к нему приезжают из России, предлагают родителям условия для переезда в Россию, и никто не устоит против таких денег. Родители переезжают, и дети просто-напросто остаются там. Так экс-белорус Александр Будько в свое время выбрал российское гражданство в 2012-м под руководством еще одного нашего земляка Владимира Олегна выиграл золото мужского олимпийского турнира в Лондоне. Воспитанник брестского волейбола Егор Клюка, перейдя в новоуренгойский факел, сделал аналогичный шаг, уже став чемпионом в составе России на универсиаде в 2015-м. В поисках лучшей доли пятикратный чемпион Беларуси, чемпион Греции, финалисты Лиги чемпионов Олег Ахрем также решил сменить гражданство на польское. Правда, пробиться в состав сборной страны наших западных соседей не получилось. Невысокий уровень национального чемпионата, а соответственно и сборная, заставляет в поисках лучшей доли принимать белорусам такие непопулярные решения. Я не знаю, чем занимается эта федерация, но только неразвитием волейбола. Это я могу открыто сказать. Что будет дальше, я не знаю. Но мы идем не тем путем. Если говорить сугубо по чемпионату Беларуси, у нас даже по сравнению с Россией первобытной общей миссией. Всего нашего волейбольного хозяйства касаться надо. Ни одна у нас команда не имеет своего зала, кроме Атлана Барановича. Ни одна. А с чего начинается театр? С гардероба. У нас нет его. Список сменивших гражданство можно продолжать. Специалисты утверждают, удержи федерация этих игроков. Сегодня Беларусь была бы ведущей европейской волейбольной державой. Многие игроки отказываются приезжать. То есть я не знаю причин, но мне кажется, что люди опытные, много поигравшие. И к ним нужен какой-то особый подход. Я не говорю, что их надо уговаривать. Но какие-то действия должны быть, чтобы люди были заинтересованы в приезде. Если собрать всех клюку, да, всех-всех, я сейчас... Были бы мы там? В финале мы были 100%. В финале чего? В Европе. Как любой человек, он ищет какие-то варианты положительные для своего, значит, ну, может быть и личного. И, как сказать, ну, чтобы было комфортно. То есть финансово в плане. При этом в регламенте Международной Федерации волейбола прописан пункт о смене гражданства. Спортсмен Беларуси может уехать в другую страну и в этой стране поменять даже гражданство свое. Но он все равно останется в спортивном гражданстве нашей страны, если будут выполнены соответствующие мероприятия федерациями. Ну, допустим, Федерация волейбола наших спортсменов, которые представляют интерес для страны, вносит в соответствующую базу ФИВБ. И, находясь в этой базе, наш спортсмен не в состоянии поменять свое спортивное гражданство. Он остается в гражданстве Беларуси до тех пор, пока на смену гражданства не получит разрешение от Федерации волейбола. Но это если почему-то не удерживает беларусов на родине. Кадры уходят, оставляя вопросы и к Федерации, и к будущему нашего волейбола открытыми. В главном эфире Станислав Липский, Андрей Козлов, Кристина Камыш и Александр Горбачев. Последние апрельские дни в нашей стране уже который год наполняются ревом моторов. Те, кто разделяет дух свободы, скорости и увлечения ленидарным Харлеем, по традиции открывают мотосезон. Причем грандиозным и во всех смыслах шумным праздником. Здесь не только мотолюбители из Беларуси. Принять участие в брутальном заезде приехали байкеры из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом, кстати, их становится все больше. Мотоколонна в этот раз проследовала от Кургана Славы до Дома футбола. Праздничная программа продолжается и в эти минуты. О самых интересных и ярких моментах расскажет Юрий Шевчук. Мы же, Сергей Гусаченко и Полина Шуба, прощаемся с вами до воскресенья. Динамичной и колоритной недели. Счастливо! Еще задолго до старта мероприятия было понятно, что грядет что-то грандиозное. Только вдумайтесь, в прошлом году на закрытие мотосезона в колонии ехало около 3000 байков. И причем большая часть это гости из-за границы. И этот год не стал исключением. Пока оценивать точное количество собравшихся мотоциклистов сложно, но уже точно известно, что на белорусское открытие мотосезона приехали гости более чем из 10 стран мира. Россия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия – это далеко не полный список стран, откуда в этом году приехали байкеры. Сами гости признаются, что открытие и закрытие мотосезона по-белорусски уже стало узнаваемым брендом по всей Европе. Поэтому приехать в Минск не против любой уважающий себя владелец железного коня. Например, Игорь приехал из Москвы. На его счету сотни байкерских слетов. Мужчина откровенно признается, что на таком высоком уровне открытие сезона проходит мало в каких странах. Организация всегда высочайшая. Очень хорошее мероприятие. Очень хорошее в формате ралли. То есть на него надо приехать. Причем из Москвы 700 километров хорошее ралли такое. Для каждого из них байк – это не просто средство передвижения, а настоящий смысл жизни. Тяжелая музыка, кожаный костюм, очки и шлем, на который обязательно нанесен талисман. И самое главное – неповторимый звук. Все это не просто атрибуты, сопровождающие в пути, а настоящая философия байкерского движения. Катаюсь уже 50 с лишним лет. Вот то, что двухколесная штука моя, которая – байкер, это осталось, я думаю, ну уже, судя по тому, сколько мне лет, это уже, по-моему, осталось на всю жизнь. Еще свежа в памяти встреча байкеров, которая прошла в Минске в прошлом году. Белорусское закрытие мотосезона 2016 доказало – наша страна в топе байкерского движения. Международный фестиваль «Харли Дэвидсон» собрал более трех тысяч мотоциклистов со всего мира. Тогда мероприятие посетил и президент. Александр Лукашенко во главе колонны из нескольких тысяч мотоциклов проехался от Кургана Славы до столичного дворца спорта. А это уже старт колонны в этом году. В полдень около четырех тысяч мотоциклов выдвинулись в сторону Минска. Перекрытое движение по всему маршруту, следование и сопровождение дорожной милиции. Белорусские байкерские взлеты уже давно перестали быть стихийными нашествиями. Соблюдение правил дорожного движения в приоритете. Оно и неудивительно, ведь в виде почетных гостей и министр внутренних дел, которые уже третий год к ряду приезжают сюда отнюдь не на автомобиле. Что касается байкерского сообщества и, скажем так, нашей работы в нем, то я хочу сказать, что традиционно мы обращаем внимание на поведение мотоциклистов на дорогах. И это обусловлено тем, что все-таки мотоцикл, современный, скоростной, тяжелый в том числе, это источник серьезной опасности в неумелых руках. Меньше чем через час колонна подъезжает к площадке возле дома футбола. Именно это место в этом году стало авансценой, где развернулось грандиозное действие под названием «Хок Спринг Челлендж». Но громкая музыка и клубы дыма от горящей резины – это не единственное, что связывает всех этих людей. Одна из основных целей мероприятия – привлечь внимание к проблеме безопасности дорожного движения, в том числе и с участием мотоциклистов. То, что принималось в Советском Союзе, наверное, тогда этого было достаточно. Сейчас этого категорически недостаточно, и мастерство водителя должно быть гораздо выше. Еще одной отличительной чертой байкерских слетов под грифом «Бай» является то, что они ориентированы не только на мотоциклистов, но и на обычных пешеходов. На этот раз на площадке возле дома футбола для гостей было организовано 10 зон отдыха. Всех участников и зрителей ожидала масса конкурсов и приятных сюрпризов. Достаточно интересная, получается, экономика даже. То есть, по данным погранкомитета, порядка 600 тысяч переходов мотоциклистов за сезон туда-обратно. Если посчитать это, монетизировать как-то, то это достаточно серьезные деньги в экономику Республики Беларусь. Ну и, соответственно, это развитие инфраструктуры. А в этом году организаторы хотят выйти на новый уровень и побороться за проведение общеевропейского фестиваля «Хогралли». Это еще больше гостей из-за границы и отличная реклама для Беларуси на международном уровне. Такие амбициозные планы легко объяснимы. В следующем году марке «Харли Дэвидсон» исполняется 115 лет. И таким образом белорусские поклонники планируют выразить свой респект этому легендарному бренду. В главном эфире Юрий Шевчук, Виктор Шпак и Николай Лошкевич. Виктор Шпак и Николай Лошкевич.